Привет, джевжики! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша играет. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы ещё это почему-то не сделали. Что ж, Фераксис выпустили последний, шестой финальный пак из New Frontier, New Frontier Pass. И он содержит Португалию и новый режим защиты от зомби. Ну и, естественно, вместе с ним вышел и патч, который кое-что правит и исправляет. Но прежде чем перейти к рассказу о том, что же нового в этом обновлении, отвечу на многочисленные вопросы, последнее ли это обновление к шестой циве. Разработчики в стримах говорили, что они в апреле ещё выпустят большой патч, который, по их словам, перебалансит 75% всех цивилизаций в игре. Вот именно его и ждём. Больше никаких анонсов не было, поэтому прям 100% утверждать, что больше ничего к шестой циве не будет выходить, я не берусь. Но вообще, по ощущениям, игра уже выглядит законченной. Тут только надо заняться именно что балансом. Так что я берусь предсказывать, что, видимо, больше ничего, кроме вот этого апрельского большого патча, к шестой циве выходить не будет. Итак, что же нового в обновлении? Новая цивилизация, Португалия. По анонсу она выглядела довольно имбалансной, и поиграв в неё, я бы её на самом деле сравнил с Венецией из пятой цивы. Она вначале выглядит слабо, но если дать Португалии развиться, то в конце игры это будет очень мощная цивилизация. Уникальная способность Касада Индия позволяет отправлять международные торговые пути только в города, которые находятся на побережье или у которых есть гавань. Правда, при этом они будут давать на 50% больше выхлопа. Ну, то есть, если для обычной цивилизации этот торговый путь давал бы 10 монет, то для Португалии будет давать 15. Кроме того, торговые караваны можно отправлять на 50% дальше по воде, причём это возможно сразу как караваны открываются. Вот в этом основная слабость Португалии, потому что понятно, что на морских картах это даже не слабость, а наоборот плюс, но большинство-то игр играется на Пангеи. А вот на Пангеи найти города на побережье может быть не так уж и легко. Слава богу, это ограничение не касается городов самой Португалии. То есть, вы можете спокойно ставить города внутри континента и между своими городами отправлять караваны, но тогда и способность работать не будет. Тут главное найти хоть какой-нибудь прибрежный город, именно для этого, видимо, и морским караванам увеличена дальность. И вообще, Португалия выглядит такой цивилизацией возрождения, то есть, она выходит в свой уникальный юнит, как раз об этом дальше, который называется Нау. Он заменяет каравеллу, сразу появляется с одной прокачкой и может стоить фейтории. Это уникальное улучшение Португалии, о чём дальше? Так вот, Португалия выходит в возрождение, выходит в каравеллы, может плыть через океан на этих каравеллах или Нау, и через океан находит ту цивилизацию, куда она сможет отправляться вот эти вот самые крутые караваны. То есть, в обычной игре, если мы говорим не про морскую карту, до возрождения, по-хорошему, Португалия довольно слаба. А вот дальше уже будет начинаться фарш. Та самая фейтория, она может быть построена только португальским уникальным юнитом Нау. У каждого Нау два заряда для постройки фейтории, то есть Нау может построить две фейтории. Она строится на чужой территории, причём на воде, рядом с ресурсом роскоши или с бонусным ресурсом. И тому городу, где она построена, даёт 4 золота и одну продукцию, а Португалии плюс 4 золота и одну продукцию каждому торговому ути, который Португалия будет отправлять в этот город. Причём фейтория не может быть убрана. Тут, конечно, надо проверять, неужели фейтория даже уничтожена не может быть, то есть разграблена, я не понимаю, просто она такой незыблемой стоит, что ли. Ну и понятно, что фейторию можно не только в чужих цивилизациях строить, но и в городах-государствах. И это выглядит более даже реальной стратегией развития, чтобы не зависеть от открытых границ чужих цивилизаций. Ну и интересно ещё узнать, можно ли фейторию построить, если ты в войне с этой цивилизацией. Ну и уникальное здание Португалии называется навигационная школа, она заменяет университет, даёт плюс 25% производства при создании морских юнитов, а также плюс одну науку за каждые два побережья или две клетки озера в этом городе. А также одну очко великого адмирала и одну очко учёных. Ну довольно средненькое здание, потому что зависит от территории. Опять же понятно, что на морских картах это будет офигенным зданием, на Пангеи, ну такой просто приятный бонус. Ну и наконец, лидер Португалии Жоан Третий. Его способность даёт плюс один к области обзора всем юнитам. Это приятный бонус, согласитесь, особенно в начале игры для скаутов. И самое главное, плюс один торговый путь за каждую встреченную цивилизацию. Ну и приятным бонусом всегда открытые границы с городами-государствами. Это, видимо, вот именно для того, чтобы строить фаитории в этих самых городах-государствах. Так вот, вот этот самый дополнительный торговый путь за каждую встреченную цивилизацию и позволит Португалии после середины игры развернуться. Потому что в начале это всё равно не даёт особо большого бонуса. Потому что эти торговые пути ещё надо построить, караваны эти самые построить. Я здесь вижу только вариант, что Португалия, в принципе, в начале может обойтись без строительства коммерческих центров и гаваней. Потому что она будет получать возможность строить караваны именно от встречи других цивилизаций. Но, с другой стороны, мы ведь строим коммерческие центры больше не для того, чтобы караваны получить. А для того, чтобы получить науку, когда мы берём вольнодумство в Золотом веке. А Португалия как бы этого лишается. Но у неё, по идее, есть просто альтернатива строить как раз компуса вместо того, чтобы строить центры коммерции. В общем, посмотрим. Ещё раз повторю, Португалия не выглядит суперцивилизацией. У вас всегда, если мы говорим про сетевую игру, у вас всегда, по идее, должна быть возможность вынести Португалию до того момента, как она разовьётся. Правда, тут проблема в другом. Вам надо выносить Португалию, потому что я не вижу никаких вариантов, чтобы в последней третьей игры Португалия не имела миллион золота в ход. Ну, там уже как-нибудь, наверное, весь мир объединится и что-нибудь сделает. Новый же режим под названием защита от зомби или зомби-дефенс мне, на самом деле, больше всего напомнил, опять же, из той же самой пятой цивы агрессивных варваров. В пятой циве можно было включить агрессивных варваров, и у вас просто куча варваров бегает по карте. Вот зомби чем-то это напоминают. Они, правда, не так появляются, то есть не из лагерей варваров, а просто убивают другие юниты и таким образом появляются. Но, честно говоря, ощущения те же. И у меня вопрос, почему это нельзя было именно таким макаром и подать. Видимо, потому что у них прошлый режим был про варваров. Что, опять типа про варваров делать? Давайте зомби. Ну, это настолько ломает атмосферу игры. Ну, я вот, мне не нравится зомби видеть на карте псевдо-квази-исторической игры. Какие, блин, нафиг зомби мне? Поэтому и режим апокалипсиса не особо нравится. Тайные сообщества вроде тоже прикольно выглядело, пока они не ввели туда вампиров, блин, не добавили. И здесь эти зомби. Ну, реально, почему было не сделать режим вот с этими набегами варваров? Появляется вот то же самое, что бы было. Появляется вот такая куча варваров и набегает. Кроме того, этот режим опять ломает полностью игру компьютера. Компьютер просто реально с варварами сделать ничего не может. А это куча зомби. Вот я для записи этого обзора. Зомби просто у меня на глазах захватили три города-государства. Захватывают Вавилон практически, несмотря на все его возможности, очень быстро выйти в какие-то нормальные юниты. И компьютеры просто не развиваются. Они и с варварами не могли совладать даже на уровне сложности божества. Тут еще им добавили головной боли. То есть это может быть кому-то ради веселухи один-два раза сыграть, и на этом все. Не понимаю, зачем в очередной раз вот вставлять фэнтези-элемент в квази-историческую игру. И все вот эти новые возможности, которые зомби делают, там, ловушки, баррикады, все то же самое можно было сделать вот против нашествия варваров в таком же виде. Но нет, мы должны сделать зомби. Короче, мне интересно в комментариях почитать, кто приветствует зомби в цивилизации и ваши резоны. То есть я не про то, что сложно там стало, или вот мне нравится, как действует. Мне не нравится именно то, что это зомби. Добавили новую карту, болото, в русской версии она называется, в английской White Lens. Это та же карта континента, на которой просто много рек и болот. А также намного больше лесов, тропических лесов и пойм. А также два чуда добавили, одно из которых прям вот конкретно под эту карту, называется это Минанки. Как раз дает две науки и продукцию каждому тайлу болота. А также одну науку и одну продукцию каждой пойме в городе. Ну то есть это что-то типа Чеченицы и Петры только для болот. И еще одно чудо Торе де Белем, я так понимаю, Белемская башня, по-моему, по-русски она называется, дает пять золота. А также каждый торговый путь из этого города получает два золота за каждый ресурс роскоши в пункте назначения. Кроме того, когда это чудо достраивается, города не на нашем родном континенте, но наши города, получают в центре города самое дешевое в производстве здание. То есть это может быть, видимо, либо монумент, либо амбар, либо стены, наверное, которые еще не достроены. Из новшеств New Frontier Pass это все. Дальше патч. Ну, во-первых, естественно, заменили Лиссабон на Магадиша. Способности остались те же. Это я про город-государство торговый. Ну, знаете, это знаменитый торговый город Магадиша. Поправили количество туризма, которое давали монополии, и количество жилья, которое давал район-заповедник. Правда, в патчноуте не написано, что в режиме корпорации монополии поправили компьютеры, которые практически ресурсы не обрабатывали. Это надо проверять снова. С варварскими кланами поправили возможность бесконечно грабить эти самые варварские кланы. Собственно, есть бесконечное золото. Особенно, кстати, это офигенно работало за Турцию с их каперами. Для мультиплеера написано, что поправили случаи, когда созданные из варварского клана города-государства не объявляли войну противникам своего сюзерена. Но ничего не написано о баге, когда подобный город-государство кем-то захватывался, а послы, бывшие в нем, оставались и продолжали давать бонус. Это более важно. В патчноуте ничего об этом не написано. Об исправлении этого бага опять надо проверять. Искусственному интеллекту поправили желание использовать культистов. Написано, что теперь они лучше будут их использовать. Прям не терпится посмотреть на сколько. Кроме того, указано, что искусственный интеллект теперь как-то будет для себя определять ценность открываемых технологий, исходя из того, какое количество юнитов он может построить. Я даже не представляю, что означает все вот это вот. А раньше он, видимо, строил юниты просто исходя из того, что могу. Магет и строит. Пофигу, что там открыто. Наверное, этим и объясняется огромное количество юнитов старых эпох. Ну а в дальнейшем просто всякие фиксы крашей, исправлений. И, по-моему, ничего особо важного, на что стоило бы обратить внимание. Если я реально что-то важное пропустил, то, конечно, дополняйте меня в комментариях. В общем-то, вот такое последнее обновление для New Frontier Pass. Ваши впечатления хочу прочитать в комментариях. Ну и, естественно, начинаю записывать прохождение на божестве за Португалию. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok